21 и 22 июля в Москве прошел Международный день бокса. На Красной площади состоялось грандиозное боксерское шоу с участием звезд российской эстрады. На Красной площади установлен новый мировой рекорд по самой массовой тренировке по боксу. Участие в этом грандиозном шоу наравне с легендами бокса принимали все желающие. В этой тренировке и грандиозном шоу принимал участие и наш земляк, олимпийский чемпион Егор Михонцев вместе со своим отцом и тренером Леонидом Михонцевым. Прекрасная, знаменитая, титулованная семья. Здравствуйте. Добрый день всем. С праздником, с днем бокса. Поздравляю. Очень благодарен, что все собрались сегодня здесь. Это большой день для меня. Это то, чем я занимался 20 с лишним лет. Спасибо, что пришли. Спасибо, что увлекаетесь боксом. Приходите, конечно же, завтра на грандиозное боксерское шоу. И даю микрофон своему отцу. Я поздравляю тоже всех с праздником бокса. Желаю всем здоровья. И чтобы вы посмотрели бои там, чтобы у всех было хорошее настроение. Всем здоровья и счастья. Леонид Иванович, вы просто расскажите. Вот все-таки мне, как любителю, интересно. Вы сыну поблажки делали в каких-то тренировках? Поблажки особо не делали. Поблажки я загружал его по полной. То есть наоборот, довешивали побольше нагрузки. Я даже забывал, что он мой сын. Я иногда бывал, одевал перчатки и бил его. Ну, по голове и это так, как сказать, чтобы он потом лучше на ринге защищался. Югорь, тяжело быть сыном заслуженного тренера? Знаете, я искренне завидел тем, у кого тренера были не отцы, а чужие люди. Ну, я не знаю, как бывает у кого другой тренер. У меня был только один тренер, это мой отец. И у меня была только одна спортивная карьера. И я благодарен своему тренеру. Знаете, до сих пор благодарен. У меня было такое правило дома. Ну, то есть тренировка одна, на тренировке что-то получается, что-то не получается. Но потом ты приходишь домой, и все, это начинается, мусулиться заново. И было такое правило, что в один часов я должен прийти, был домой и лечь спать. Я всем это желаю, дисциплины, трудолюбия и, конечно же, успехов и больших побед. Ура! Поздравляем вас с Международным Днем Бокса. Спасибо вам большое. Потрясающие слова, искренне, настоящие. Аплодируем легендарным тренером, легендарным боксером Династиям. Спасибо большое. Вас провожает Красная площадь. Спасибо огромное. С этого года День Бокса официально признанный международный праздник, который будет отмечаться 22 июля в 205 странах-участницах. Напомним, что Леонид Михонцев назначен консультантом сборной России по боксу по подготовке к чемпионату мира в Екатеринбурге и Олимпийским играм в Токио. Чтобы вы посмотрели.